Когда в СМИ говорят о событиях на востоке Украины, в основном упоминается Донецкая область. А между тем, на Луганщине от действий сепаратистов также страдают мирные люди. Русский волонтер и журналист Виктория Ивлева работала на территории Луганской области. Общалась с мирными жителями, по возможности пыталась помочь им покинуть захваченные территории. О своей работе она и рассказала одесским журналистам. Виктория говорит, она не знает, сколько ей удалось вывести людей, в основном детей, стариков, беременных женщин. С каждым разом все проходило гораздо тяжелее. Украинские военные помогают, а власти так называемых республик с ними даже не стоит иметь дело. Показателен случай, когда автобус с беженцами местные боевики завернули обратно в Луганск. Тут же прискакало луганское телевидение. И было заявлено по телевидению, что мы пытались вывести людей на органы, в рабство, женщин в рабство, детей на органы. А потом еще появились в местной прессе сообщения, что еще там были подверстаны свидетели Иеговы и однополые семьи в Западной Европе. Особо журналист спросила своих коллег, обратите внимание на то, что многие люди на этих территориях стали просто-напросто заложниками. Особенно дети. Боевикам они интересны, именно как живой щит. Украинские власти делают гуманитарные коридоры, но угадать, где и когда новый откроется, тяжело. Россия ведет себя вообще по-особенному. Российская Федерация при всей своей замечательной дружбе с этими территориями не пропускает через свою территорию людей, у которых или не в порядке документы, или документы, выданные властями неконтролируемых территорий. То есть, если там родился ребенок, понятно, что какую-то бумажку для ребенка нужно получить. Ребенку выдается местное свидетельство о рождении. Вот поэтому свидетельство о рождении Россия через свою границу не пропускает. Тут же сообщают, что это непризнанные государства, их как бы нет. Многие люди, сбежавшие от войны в Россию или в мирные регионы Украины, вынуждены возвращаться обратно. У них не получается там прижиться. Но на захваченных боевиками территориях еще хуже. Люди живут неизвестно на что, с какими-то безумными ценами. Вот сегодня мне звонила женщина из Волчевска, которую мы когда-то вывозили. Ей пришлось вернуться, потому что ей никак не отдавали там детские дела. И она не могла оформить какие-то выплаты и документы у нее четверо детей. Она мне сказала, что Волчевске, это маленький городок Луганской области, а в Волчевске морковка стоит 40 гривен. Ну просто, ну я уже спрашивать не стала. У людей, проживающих на захваченных территориях, уже выработался стокгольмский синдром, когда жертва постепенно проникает симпатии к насильнику. Поэтому журналист и волонтер Виктория Ивлева просит украинскую власть как можно скорее обратить внимание на беды своих граждан. С каждым днем им все хуже и хуже. Анатолий Косин, Евгений Войтенко, телекомпания Круг.